Списание кредитов в 2021 году. Какие долги можно списать через банкротство? Вы же не сможете оформить льготу или субсидию не по той процедуре, как это установлено законом. В моей практике банкротились и госслужащие, и военные, и полицейские, помощники судей. Списание кредитов в 2021 году. Какие долги можно списать через банкротство? Всем привет! С вами на связи Наталья Катряева, опытный арбитражный управляющий, эксперт банкротства физических лиц. Очень много завершенных дел по всей России. Также обучаю нюансам банкротного дела. Как же реально списать долги и кредиты в 2021 году? Что нужно сделать, чтобы списать долги и кредиты? Об этом мы и поговорим в этом видео. И если информация вам будет полезна, поставьте лайк. Это можно сделать и после просмотра видео. А также, если у вас будут какие-либо вопросы, вы можете смело задавать их в комментариях. Итак, списание долгов, кредитов, иных каких-то обязательств в 2021 году возможно только через банкротство. Судебное или внесудебное? Внесудебное банкротство – это банкротство через МФЦ, его еще называют бесплатным банкротством. Но, к сожалению, мало кто из граждан, лишь маленький-маленький процент подходит под бесплатное внесудебное банкротство. Почему? У меня есть на эту тему отдельное видео, ссылка на него будет в описании. Кто-то сейчас, возможно, будет выражать свое недовольство, ругать меня или правительство, или государство, или будет верить в легкие схемы, что списать долги можно и без банкротства, надеется на то, что кредитор пропустит сроки исковой давности, или что пристав спишет долг, что по закону он не имеет права делать. Или кто-то, возможно, тешит себя иллюзиями, что сможет погасить все свои долги, сможет восстановить платежеспособность. Но, к сожалению, статистика иная. Если кто-то, как правило, из граждан залез в кредитную кабалу, из нее выбраться очень сложно. И, исходя из моего пятилетнего опыта в решении проблем с долгами, а статус арбитражного управляющего я имею с 2018 года, я могу вам честно сказать, что если вам тяжело или нечем платить кредиты или иные долги, списать долги под ноль в прогнозируемый срок вам поможет только банкротство и, скорее всего, только судебная процедура. Вы же не сможете оформить льготу или субсидию не по той процедуре, как это установлено законом. Так вот, и освобождение от долгов предусмотрено федеральным законом номер 127 и есть пошаговая процедура, как заявить о своей несостоятельности и освободиться от долгов. Иных гарантированных вариантах, а о гарантиях банкротства я поговорю в следующем своем выпуске, списать долги, еще раз повторюсь, под ноль в прогнозируемый срок, иных вариантов нет. Ну или надеяться на то, что кредитор простит вам долг, что на практике происходит крайне-крайне-крайне редко. Только не путайте, пожалуйста, списание долга через банкротство с тем, что предлагают многие специалисты на рынке. Что долг будет списан без банкротства в суде общей юрисдикции. Или долг будет списан через приставов. Или когда приставы окончат исполнительное производство в связи с тем, что у вас отсутствует доход или имущество, с вас будет списан весь долг. Нет, этот вариант долг не спишет. Если банк будет просуживать долг, то с вас будет взыскан и основной долг, и договорные проценты, как минимум. А если даже пристав окончит исполнительное производство в связи с тем, что на сегодняшний день у вас отсутствует имущество и доходы, это не значит, что долг списан. Ваш кредитор, то есть взыскатель, вправе через полгода и постоянно возбуждать и возбуждать в отношении вас вновь исполнительное производство. И на практике такие случаи были. Как пример, у гражданина был долг. В действительности, когда долг образовался, не было ничего. Гражданин был гол, как сокол. Кредитор долг просудил. Приставы неоднократно оканчивали исполнительное производство по статье 46, так как не могли найти ни имущества, ни дохода данного гражданина. Но спустя пару лет гражданин восстановился, начал получать хорошую зарплату, оформил на себя автомобиль, открывал банковские счета и вклады, в надежде, что данный кредитор забыл про него и про этот долг. И как-то этот гражданин собирается выезжать за границу, проверяет службу судебных приставов по привычке, и видит, что пристав возбудил исполнительное производство. Впрочем, ничего нового. И гражданин приходит в панике. Что мне делать? У меня есть автомобиль, у меня есть счета, вклады. Я хочу выехать за границу. Но по итогу мы договорились с кредитором, за 50% от суммы, которая была взыскана, гражданин погасил долг и спокойно смог выехать за границу. Это я рассказываю к тому, что если на сегодняшний день у вас нет ничего, имущество или дохода, это не значит, что через пару лет доходы или имущество у вас не появится. Что нужно делать, чтобы списать долги под ноль через банкротство? Ну, во-первых, принять решение о том, что вы подаете на свою несостоятельность. И в этом страшного ничего нет. В моей практике банкротились и госслужащие, и военные, и полицейские, помощники судей. И со всех с них списаны долги, и они по-прежнему продолжают работать в государственных структурах. Во-вторых, перестать платить все ваши ежемесячные платежи и долги. У вас должны быть признаки неплатежеспособности. Простым языком, вы должны прекратить расчеты со всеми кредиторами. И далее, в соответствии со статьей 213.4 закона о банкротстве, вам нужно подавать заявление о своей несостоятельности в арбитражный суд по месту вашей регистрации. На практике, на самом деле, скажу честно, не все так просто. Поэтому я рекомендую обратиться к банкротным юристам. Если вам нужна помощь в проведении процедуры под ключ и до результата, вы можете обратиться ко мне и к моей команде. Я работаю успешно по всей России. И не думайте, что я вам сейчас хочу продать свои услуги. Я хочу лишь до вас донести, сейчас немаловажно, перед подачей заявлений о банкротстве гражданина, проверить его добросовестность, проанализировать все сделки, которые гражданин совершал, назначить надежного арбитражного управляющего на проведение процедуры, подготовить документы для получения гражданина в процедуре денег, чтобы он смело мог распоряжаться прожиточным минимумом на себя и иждивенцев. Тем более сейчас участили случаи, когда кредиторы подают заявление о неосвобождении гражданина от долгов. И, к сожалению, если гражданин самостоятельно подает документы на свое банкротство, он не умеет проверять свою добросовестность. А также кредиторы сейчас все чаще подают заявление о неосвобождении своего должника от долгов. И приходится доказывать нам, юристам, добросовестность клиента. Также приходится контролировать деятельность арбитражного управляющего. Также приходится все юридически грамотно и правильно делать, чтобы максимально быстро суд возбудил дело о банкротстве и максимально быстро процедура завершилась в пользу гражданина и с гражданина были списаны все долги. Ваше участие не потребуется. Процедура длится плюс-минус 8-12 месяцев. Но если все-таки вы хотите самостоятельно подать документы на ваше банкротство, то рекомендую изучить главу 10 закона о несостоятельности банкротства, номер 127 закон, изучить статью 213.4, как подать заявление о банкротстве и какие нужны документы, чтобы суд принял ваше заявление. Прежде чем я по полочкам вам разъясню, какие долги можно списать в 2021 году через банкротство, расскажу, чем я могу для вас быть полезной, чем я могу вам помочь. Ну, во-первых, многие почему-то не знают мои подписчики и пишут странные комментарии под моими видео, что, мол, посоветуйте мне хорошего банкротного юриста. Я провожу процедуру банкротства под ключ и до результата по всей России, работая со своей командой успешно очень много лет. Во-вторых, если вы хотите зарабатывать на банкротстве, помогать людям списать долги, это могут делать и не юристы. У меня есть обучающий курс. Я автор курса «Как зарабатывать на банкротстве» от 77 500 рублей за одно дело. За руку проведу и научу работать с клиентами, их привлекать и грамотно доводить клиента до результата. А для тех граждан, кто хочет самостоятельно разобраться, что такое банкротство, как самостоятельно подать документы на банкротство, кому нужны образцы, заявления о банкротстве и список документов, у меня есть лекция по 990 рублей. Вы можете приобрести и самостоятельно изучить информацию, подходит ли вам банкротство и как самостоятельно пройти процедуру. «Как со мной связаться» – также ссылка на обучение и лекция под этим видео в описании, а также в закрепленном комментарии под этим видео. Или на сайте katraeva.ru. То, что я вам рассказываю, интересно? Если да, поддержите меня, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео. И что самое ценное, я каждую неделю в среду в 12 по Москве провожу прямой эфир для своих подписчиков и отвечаю на любые вопросы по банкротству и списанию долгов. Скажите, а можно ваши услуги в рассрочку? Да, в рассрочку можно оформить юридические услуги от 8000 рублей в месяц. Платить за банкротство вы сможете за счет того, что вы перестаете платить ваши кредиты и все ежемесячные платежи. А если я не смогу вам уплачивать? Мы перестаем работать. Какие долги можно списать в 2021 году? Это кредиты. Задолженность по кредитным картам, задолженность по потребительским кредитам, также задолженность по залоговым кредитам. Что важно знать, что списать долг и сохранить залог не получится. Если вы заходите в процедуру банкротства с залоговым обязательством, с залоговым кредитом, то залоговое имущество в деле о банкротстве будет продаваться. Все пропало. А что будет, мне часто задают вопрос, если залоговое имущество утеряно или продано без согласия с залоговым кредитором? Есть вероятность, что этот долг по залоговому обязательству не будет списан при завершении процедуры вашего банкротства. И не имеет значения, есть у вас просрочка или нет. Вы можете заявить все ваши долги и обязательства, и по ним при завершении процедуры освободиться в полном объеме и больше не быть никому должным. Важно знать, что списывается весь долг, и основной долг, и договорные проценты, и какие-то иные финансовые санкции, штрафы, пени и так далее. И списывается весь долг, не только просроченный, но весь ваш долг. Также через процедуру банкротства можно списать займы перед физическими лицами, если вы должны, займы по МФО. В том числе освободиться можно через процедуру банкротства по долгам ЖКХ, по налогам. Что касается ЖКХ, здесь есть определенные нюансы, имеет значение, кто является собственником, и вообще квартира или в собственности, или она муниципальная. А также, кто зарегистрирован в данной квартире из членов семьи. Это необходимо знать для того, чтобы понимать, какой размер задолженности, накопившаяся, будет списан с конкретного гражданина. Что касается налогов, налоги можно списать, которые возникли в связи с предпринимательской деятельностью. Также можно списать взносов ПФР, ФСС. Можно списать транспортный налог, налог на имущество и иные виды налогов. Это все отдельно оформляется? Это все оформляется в одной процедуре. В моей практике были случаи, когда гражданин освобождался полностью от долга ЖКХ, это был его единственный долг. Как, к примеру, 259 тысяч рублей было дело или около 400 тысяч рублей было дело. Это чисто задолженность по ЖКХ. Также были дела, где мы заявляли в заявлении о банкротстве исключительно налоговые задолженности, и гражданин по итогу завершения процедуры полностью от них освобождался. А на самом деле на практике очень много дел, когда в заявлении о банкротстве мы указываем все виды перечисленной задолженности. То есть у гражданина есть долги и по кредитам, и по займам, и займы физическим лицам, и налоги, и ЖКХ. И все в совокупности мы указываем заявление о банкротстве и просим суд по всем этим долгам гражданина освободить. Также через процедуру банкротства можно списать иные виды задолженности. Как, к примеру, по договору оказания услуг или выполнению работ или по договору аренды и иные виды. Если у вас есть сомнения, спишется ли ваша задолженность или нет, то рекомендую получить консультацию, она бесплатная, контакты опять же в описании под этим видео. Или если у вас есть вопросы, спишется ли ваша задолженность конкретно по какому-то требованию, можете задать этот вопрос в комментариях. Что важно, подтверждением того факта, что с вас списаны все долги, будет определение арбитражного суда при завершении процедуры банкротства. Это значит, что ни один ваш кредитор не вправе будет взыскивать с вас долг. Решение суда является обязательным для всех абсолютно лиц физических, юридических, государственных органов на территории Российской Федерации. И что бы мне хотелось сказать в заключении. Не бойтесь вы процедуры банкротства. Если вы боитесь процедуры банкротства, значит у вас есть какие-то сомнения и у вас отсутствуют знания, надлежащие по поводу этой процедуры. Я рекомендую вам просмотреть мои иные видео на тему банкротства и списания долгов. Посмотреть дела в картотеке арбитражных дел по процедурам банкротства граждан, они все в открытом доступе. Посмотреть информацию на ФРСБ, сколько сообщений публикуются по банкротству граждан. Или же, если вы не хотите этим заниматься, получить консультацию от опытного эксперта и ответы на все ваши вопросы. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Еще раз попрошу, если видео вам было полезно, подписаться на мой канал, поставить лайк.